Русские чуваши-татары, народы Крайнего Севера. Культуру этих и других национальностей представили студенты Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева на седьмом фестивале Дружбы Народов. Знакомилась с участниками Ольга Пырочкина. Мои друзья, встречайте участников фестиваля Дружбы Народов! Белорусы! Татары! Не важно, кто ты по национальности в жизни. На сцене можно примерить любой образ, прочувствовать и понять культуру любого народа. В этом смысл традиционного фестиваля Чувашского государственного педагогического университета Дружба Народов. В этом году студенты выиграли грант Росмолодежи и теперь фестиваль прошел в новом, более масштабном формате. У нас была танцевальная школа. Мы приглашали профессиональных хореографов для того, чтобы студенты могли изучить элементы народных танцев, подлинных народных танцев. Мы работали с филологами, потому что студенты узнали много нового о сказках, легендах, обычаях народов. Мы работали с краеведами. Студенты физико-математического факультета рассказали об эскимосах. Они представили зрителям легенду про древний дух колупелук. С традициями и обычаями татар познакомили студенты факультета истории управления и права. Своё выступление факультет построил на основе татарской легенды. Я Иван Грозный. Очень приятно, царь. Астрахани брал, тарту брал и Казань возьму. Это мех от обычной куртки. Это шторы. А внутри там проволоку содержат. Каждое представление не более 10 минут. За это время студенты успевали спеть, танцевать, разыграть сценки. А вот тебе список дел и шли. Я приехал специально на ваш фестиваль. Человек может относиться хорошо, если он владеет какой-то информацией о народе, Они воспринимают его как чуждого, чужого, пришлого, а как ближнего друга, брата. Жюри оценивало цельность идеи, хореографию, режиссуру выступлений факультетов. Впрочем, кто победил в фестивале «Дружба народов» понятны из названия. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.